Ребят, всем привет! Своя баня на связи. И сегодня мы поговорим о трансформации нашей печи атмосферы в атмукуб, я ее так назову. В общем, сегодня будем заниматься сменой облицовки у нашей банной печи атмосферы. Она сейчас у нас в сетке. Сетка забита камнем. Камень жадеид лежал. Сеткой я фактически ее использовал на протяжении двух лет. Впечатления у меня только положительные, но, как говорится, мы на месте не стоим. Мы все время экспериментируем, меняем каменки, пробуем разные режимы и смотрим, на что вообще способна печь. Начали мы от самой маленькой. Ну, точнее, не от самой маленькой. М-ки у меня не было. У меня была печь стандартная атмосфера. Она сейчас как бы ее нету. Сейчас есть М. И потом в итоге переросли мы в XL и в XL+. То есть обычно была тонкостенная каменка и с толстым дном. И вот пришло время уже попробовать все-таки, как она будет работать именно в камне. Поэтому сегодня мы будем ставить облицовку из талькохлорита. 40 миллиметров толщина у этого камушка. Камень красивый, симпатичный. Вот. Такая у нас есть инструкция. Вот такой вот. Сейчас правильно я держу. Вот такой вот есть план. Будем, значит, мучить ее уже в таком новом образе. То есть была она у нас круглая, станет она у нас квадратная. То есть изначально я, в принципе, до этого всего знал, что атмосфера есть в сетке и есть в ламелях. В ламелях смотрится так эстетично, классно и даже компактнее, чем в сетке. Но атмосфера такая печь. Я о ней разговаривал с людьми, которые использовали и сетку, использовали и камень. И говорят, блин, ну, она в сетке офигенная. Нафиг этот камень не нужен. Поэтому я ее и юзал только в сетке. Вот. Поэтому посмотрим, как она будет работать с камнем толщиной 40 мм. Будет ли она не то, что мягче. Я от нее не жду насчет того, что она будет мягче. Она и так очень давала мягкие режимы. Посмотрим, насколько будет помещение греться быстрее или медленнее. Насколько мы сможем регулировать какие-то режимы. То есть получать необходимые нам режимы. То есть мультирежимность все-таки это тоже такой немаловажный параметр, который должен быть у печей. Поэтому давайте меньше слов, больше дела. Пойдемте, все будем собирать. Все покажем. Так, вот это сейчас открою. И вот это открою. Здесь у нас уголок, уголок и прямые. У меня 4 уголка. Ну, видимо, пусть будет 4 уголка. Потому что таких штучек у меня нет. Тут они, кстати, подписаны. ЗПР-ная, задняя правая, передняя правая, передняя левая и задняя левая. Так, мы выставляем вот так вот уголки на основание новенькое, которое я недавно сделал. Ссылочку оставлю в описании. Что я делал? Сделал, кстати, еще ручку для заслонки. То есть, открыли, закрыли. Установите угловые подставки ABCD. На углах основания конструкции. Первый ярус. Установите деталь 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1. Так, ставьте крепежные S-образные пластины. Маркировка 1, 1 ярус. Первый ярус готов. Типа вот такого. Пластинки, кстати, алюминиевые. В принципе, должны быть податливые. Сложили углы. И у нас вот они, плиты. Здесь 3, 1. И 1, 1. Так, нужно еще найти 2, 1 и 4, 1. Правильно понимаю? Так, а нет, 4, 1 нету. Значит, 2, 1 еще нахожу. И начинаем ставить. Продолжение следует. Так, первый ряд я выложил достаточно быстро. То есть, главное по нему, соответственно, сделать, выровнять, в общем, ее. Потому что он уже очень тяжелый. И регулировать его было достаточно непросто. Ну, вот как-то так получается. То есть, здесь облицовка уперлась в нижнюю юбку. По краям. Ну, по крайней мере, на данный момент именно так. Все остальные ярусы, соответственно, собираются по подобию. То есть, один в один. В принципе, ничего пока сложного нету. Собираем. Вот такие, ребят, крепления идут. Они, кстати, тоже подписаны. Типа, третий ярус. ПР, видимо, там что-то правое. Ну, стрелочка вверх указана. Вот так вот вставляются. Вот эти пластины. В паз. Соответственно, они удерживают камень от движения. А вот эти вот у нас будут вставляться вот сюда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В общем, есть такая штука. Называется это ниша для камней. В общем, должно это стоять вот тут вот. И лучше поставить это сейчас, потому что потом мы поставить это замучаемся. Поэтому ставиться нужно будет крепление, вот эти немножко открутить. И прикрутить уже вместе с корзиной. Корзина для камней. Вот, вот эта штука так называется. Так что я прикручиваю, потом собирается уже третий ряд. Ставить ее нужно после второго яруса, потому что когда у вас третий ярус одет, вы замучитесь гайку, скажем, брать. И вот ее через эту щель заталкивать и закручивать. Поэтому третий ярус пока не собран. Ставим корзину для камней, но и не притягиваем ее. То есть поставили, наживили, винты ослаблены. И после этого уже начинаем ставить верхний облицовочный камень. Я сейчас поставлю его. То есть ставим заднюю стенку. Пока приблизительно. То есть потом все, соответственно, состыкуем. Вот, раз поставили, да. На гравера лучше эти болты садить снизу. На гравера, да, думаешь, шайбы? Ну, а Саня говорит, лучше снизу на гравер садить. Потому что ты сверху затягиваешь. А, ну удобнее будет, да. А, внизу не держать ничего не надо. Так, ставим вот этот камень. Сейчас Саня мне даст тот. Ну, вот так вот. Ну, вот примерно так получилось. Сейчас затянем винты. Ну, Саня, посвети тогда внутри. Плюс-минус нашли точки соприкосновения с этой корзиной для камней. Вот, и сразу же давайте здесь по нюансам. Сейчас затянем, это не проблема. А нюанс такой. Облицовку мы ставим с целью получить и эстетический вид. И плюс еще хотелось бы получить регулируемую конвекцию. В данном случае корзина для камней имеет технологические отверстия. И она засыпается маленьким-маленьким камнем. Ну, там фракция, там чуть меньше куриное яйцо. То есть, ну, давайте я вам так на примере покажу. Ну, вот такой фракции можно засыпать. При этом, да, мы можем перекрыть эти отверстия. Вот так камень положили. Мы фактически перекрыли. Вот. Но она в любом случае будет такая усредненная на процентов 20. И мы ее не можем регулировать. То есть, в данном случае это такая особенность этой конструкции. Дело в том, что если мы полностью ограничиваем конвекцию, например, перекрываем, то температура между облицовкой и печкой, она очень-очень высокая. А есть такой вариант сделать с этой корзиной для камней. В общем, фактически регулируемую конвекцию. Вот. Мы сейчас давайте затянем. И я думаю, наверное, перейдем к дымоходу. По дымоходу у нас все-таки там нововведение будет. Так, ребят, на старт наносим вначале герметик под шнуром. Потом шнур уплотнительный. Герметиком мы его фиксируем, чтобы он у нас не выпал при установке уже на печь. Ну, здесь я на всякий случай тоже вот эту часть герметиком промазал. Ну, вот. Внутри вроде канал ничего не перекрывает. Сейчас будем ставить старт. Так, все. Ставим стартовый элемент. Центруем его. Я сделал посерединке, чтобы ключок был. Он на вот таких вот винтиках. То есть, при необходимости снимается этот ключок. И это делается при прочистке дымохода. Внутри все нормально. Так, сейчас будем делать примерно аналогично при установке вот этой вот трубы. Большую монотрубу ставим по аналогии со стартом. То есть, я вначале, соответственно, наношу герметик на внутреннюю часть. Потом шнур. Все так же. То есть, герметик для фиксации шнура. Потому что, иначе он у нас выпадет тупо. Да, даже много. Даже да. Так. Вот у нас облицовочка. Оп. И протираем. Так. Вот так вот. И вот так вот. Оп. Ага. Вышла красота. Да. Другими красками заиграл камень. Уже, кстати, с плиткой осталось сочетаться немножко больше. Он все сочетается теперь. Ну, пыльный гул не так сильно. А нефрит будет так? Тоже потемнел. Да? Ну, да. Ага. Так что, ребят, вот такая красота. Ребят, ну, в общем, собрали мы облицовочку. То есть, в общем, давайте вкратце подведем итог. Вот. Если ее видно, мы сейчас поставили просто так удачно, чтобы камера была расположена. В общем, смотрите. Собирается все достаточно легко. Самое основное, это первый ярус, когда собрали. Отцентровали, чтобы у нас получилась правильная геометрическая такая форма, да, условно, квадрата. Чтобы были углы по 90 градусов, чтобы было все как бы четко. Ориентир у нас, нижняя юбка. В принципе, по ней можно немножко ориентироваться. И смотреть по краю камня, который ближе к морде печи. Чтобы он относительно крепежа был как бы, ну, плюс-минус одинаково. Чтобы было, тогда будет проще собирать, соответственно, второй, третий ярус. Не будет никаких как бы щелей лишних. То есть, все состыкуется нормально. Потом второй ярус мы собираем. Ставим уже корзину для камней. При этом, значит, не на винты сверху так. То есть, она у нас и не залезет, а даже винты. Если сточить, мы пробовали стачивать винты, чтобы она села на эти винтики. Фигня. То есть, так не надо делать. В общем, ставим корзину для камней. Наживляем винты с гаечкой, да. Пока у нас еще не установлен третий ярус. После этого, не затягивая винтов, ставим третий ярус. Устанавливаем верхний самый камень, который у нас, вот эти вот полосочки. После этого, уже когда корзина для камней приняла свое положение, при котором камень встал, так скажем, идеально ровно, там, без каких-то лишних щелей, мы уже делаем затяжку, соответственно, винтов. Гайку можно через отверстие технологическое, там, придержать, чтобы закрутить винт. В общем, в принципе, я закрутил нормально, то есть, трудностей особых не испытал. Поэтому, вот, как-то так. Облицовка собрана. У нас сейчас дело остается за дымоходом. Потом сеточка, камень. Все-все-все сделаем. Запустим печь и посмотрим, кей она будет давать режиму. Так, ребят, остальное будет в следующем ролике. Так как этот ролик у нас получился достаточно большой, остальная сборка и уже закладка корзины для камней будет уже в следующем ролике покажем. Поэтому давайте на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok